В 2015 году по прогнозируемым цифрам, собственные доходы Лучевого, Сладковского, Упорненского и Харьковского поселений будут ниже, чем в текущем. Кроме того, в проекте закона о краевом бюджете на 2015 год и плановый период определены объемы межбюджетных трансфертов, направляемых в поселение, со значительным снижением к уровню этого года. Например, снижены плановые назначения по акцизам, формирующим дорожный фонд. По Лобинскому городскому поселению в связи с погашением задолженности по земельному налогу плановые назначения по собственным доходам на 2015 год уменьшены на 36,8 миллионов рублей. Кроме того, городское поселение имеет долговую нагрузку. По состоянию на 1 ноября 2014 года она составляет 35 миллионов рублей. Поэтому перед городским поселением стоит еще и задача по сокращению долговой нагрузки на бюджет. С учетом всех изменений, уровень собственных доходов поселений с учетом бежбюджетных трансфертов на 2015 год планируется в среднем на 96% к уровню текущего года. Только Засовское и Чемлыкское поселения планируют поступление в бюджет с приростом к текущему году. В связи с вышеизложенным всем главам поселений было настоятельно рекомендовано принимать меры по оптимизации своих расходных обязательств. Администрация Лобинского района такие мероприятия уже проводит. Сейчас с вами работаем в очень непростое время. И это непростое время начинает как бы уже себя проявлять. Вот то, что сейчас работает комиссия по оптимизации, это достаточно больной процесс, болезненный процесс, потому что затрагиваются живые души, люди затрагиваются. Так, во исполнении постановления главы администрации Краснодарского края, подписанного в сентябре этого года, о сокращении штатной чительности работников исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, в районе принято аналогичное постановление, в соответствии с которым планируется сокращение штатной чительности органов местного самоуправления на 5%. Кроме того, в районе создана комиссия по оптимизации расходов и развитию платных услуг муниципальными учреждениями. Она будет рассматривать вопросы, связанные с оптимизацией расходов в муниципальных учреждениях. На прошлой неделе состоялось первое заседание комиссии. В каждом управлении создана аналогичная комиссия и от главных распорядителей бюджетных средств поступили предложения по сокращению расходов развитию платных услуг. Пришло то время, и сегодня нас наталкивает на это не только министерство, они уже дают такие обзоры, где мы не являемся территорией муниципальной, где они наиболее развиты. Так вот, не только, наверное, министерство, но и сама жизнь наталкивает, что это нам позволит несколько уменьшить нагрузку на бюджет, развивая платные услуги там, где это возможно. Но там, где это возможно. Есть, понятно, те направления бюджетные, есть в рамках заданий, есть дети. Это должно быть бесплатно. Там, где возможно, там, где дополнительно сверхзадание, там, где взрослая категория, там должны взиматься плата. И главное, она должна поступать полностью в бюджет. Главу района поставлена задача в ближайшее время выработать конкретные предложения по оптимизации структуры администрации района и экономии бюджетных средств. Кроме этого, речь зашла об экономии электроэнергии, воды и газа. Лимиты бензина мы сократили. Уже доведены новые лимиты, Александр Чуменшин, по мобильным переговорам, по пользованию служебными телефонами, поэтому это берется на жесткий постоянный контроль. Значит, надо посмотреть по электричеству то же самое. Надо посмотреть по электричеству, еще где статьи наших расходов есть. Вот, это то же самое, нужно, как бы, определиться, как оно дальше будет.